Сегодня третья лекция и последняя из мини-курса по цепным дробям в гиперболической динамике И сегодняшняя тема это предмарковские разбиения Для, соответственно, гиперболических автоморфизмов двумерного Тора Давайте я сразу начну с того, чего надо было сделать раньше, со ссылок Ноль, наверное Ссылки Так Значит, то, что рассказывалось в прошлый раз, это статья Но прошлые две лекции это в основном Статья Давайте я архивную ссылку дам, потому что она покороче Вот, а то, что я буду рассказывать сегодня Это статья уже трех авторов И на самом деле большая часть это кандидатская диссертация Алексея Клименко А статья, соответственно Трех авторов Она тоже есть на архиве Вообще это припринт Макса Планка И аносово тут принадлежат, прежде всего, очень хорошие постановки задач Неожиданная для, в общем, классической темы Так Значит, наверное Надо начать Уже содержательную часть С того, что чуть-чуть сказать про марковские разберения Значит, у нас по-прежнему Да, гиперболические автоморфизмы Причем Я, может быть, только два слова вообще намекнул Что бывает кроме двумерного тора А так вообще мы живем на двумерном торе По умолчанию Вот у нас преобразование тора Заданное Гиперболической матрицей Значит, вообще марковское разбиение — это кодирование То есть я вот сейчас все-таки не буду давать аккуратное определение А объясню на пальцах Что и зачем нужно Чтобы потом уже давать аккуратное определение Того объекта, о котором я хочу говорить на лекции Вот А вообще это кодирование, которое дает Полусопряжение символической динамикой Со сдвигом Бернулли И, соответственно, символической динамикой Чем это интересно? Тем, что Вот линейное преобразование тора Для которого Ну, во-первых, все можно посчитать То есть Судьба любой точки под действием вот такого вот линейного преобразования Вообще-то считается очень легко То есть мы на самом деле вот орбиты все очень хорошо знаем То есть, казалось бы Это вообще динамика невероятно предсказуемая, понятная Но вот тем, кто просто об этом не знает Ответ окажется неожиданным Что тем не менее такая динамика Она полусопряжена от опологической марковской цепи В которой будущее не зависит от прошлого И вот это вот сам по себе факт неожиданный И, ну, это конец 60-х, начало 70-х, да, Сергей? Ну, это такого отображения? Да, я вот сейчас могу Ну, да, наверное Ну, вот, например, есть там статья для Рейвайса 67-го года Там, про энтропию Как раз измеренную через эти самые марковские разберения А для Рома Вайса Вот И, собственно Но мне от всей этой истории про марковские разберения На самом деле нужны только картинки И вот про картинки я сейчас и буду говорить Предмарковские разберения Значит, как мы помним У нас матрица А соответствует Два собственных квадрата Давайте их как-нибудь Устойчивые и неустойчивые Нажовем И, соответственно, гиперболичность Да, в том и состоит Что у нас в одном направлении Все будет растягиваться экспоненциально В другом все сжиматься Так Значит, давайте я Буду пытаться говорить максимально неформально Значит, итак Вот у нас то Значит, как мы говорили Марковское разберение Которое мы не определяли Это кодирование Вот для этого кодирования Нужно этот торг как-то Да Закодировать Значит, самый простой способ Это Как-нибудь его просто разрезать Так, чтобы Ну да Минимум информации был В самом кодировании Вот Значит, самое вообще Простое И минимальное Чего бы хотелось Это Разрезать торг на Просто два параллограмма И вот эти вот картинки Я чуть ниже буду рисовать Итак У нас будет просто Как это правильно сказать Двухэлементное Предмарковское Разбиение Значит, мы Сейчас вот Надо все-таки Наверное Нарисовать картинку А потом что-то Приснили Значит, еще раз Марковское Разбиение Это некоторое кодирование Вот Это кодирование Оно Делается Грубо говоря В три шага Вот в этом Из этих трех шагов Есть самый Содержательный Это геометрический Который Мы самостоятельно И будем анализировать Сегодняшний на лекции А после этого Геометрического Делается Там Пару взмахов Руками и подкручивания Из которых Получается Собственно Уже Марковское кодирование Которое И дает нам Вот Это самое Полусопряжение Для всего Тора Там С точностью До точек Меры 0 Чья судьба Нам не нужна Но вот Давайте я Толково Объясню В чем состоит Собственно Первый шаг И после этого Я надеюсь Хоть что-то Станет понятнее Значит К1 и К2 Это Паралилограммы Ну собственно Нарезать Тор На два Паралилограмма Можно по-разному Какое Основное Содержательное Требование Чтобы Границы Этих Паралилограммов Были согласованы Вообще С действием Гиперболического Автоморфизма Значит Самое Естественное Согласование Это То чтобы Стороны Были Параллельны Устойчивому И неустойчивому Направлению Так чтобы Но они В частности Были инвариантны То есть Одни переходили Внутрь Другие Накрывали Ну и так Соответственно Такое Разберение Будет Естественно Согласовано С структурой Гиперболического Автоморфизма Сейчас я это Формально Хочу Прописать Так Значит Мы сказали Что два собственных Вектора Ну и Направление Они задают Устойчивое Неустойчивое Направление Не путаться Просто с терминологией Текста Так Значит Стороны К1 и К2 Должны быть Параллельны Какие-то стороны МЛЮ Какие-то стороны МЛС Еще одно Условие Значит Наверное Самое Грубое Чего можно Было бы Хотеть Чтобы Просто Стороны Обоев Параллограммов Содержали Единственную Неподвижную Точку Ну давайте Вот Так Скажем Что Отрезки Границ Содержит Неподвижную Точку Так Значит Может быть Правильно Картинку В этом месте Нарисовать Хотя бы Одну То Что я Сейчас Срисую Это Несколько Копий Тора Потому что Как Соответственно Поднятие На универсальную Накрывающую Плоскость Потому что Все эти Картинки Они Более-менее Видны Только На универсальной Накрывающей На Торе Оно будет Как-то Из кусков Состоять Так А вот Тут Внизу Не видно Наверное На универси Субтитры сделал DimaTorzok Вот. Вот, наверное. Вот эта вот картинка соответствует Аносовскому в узком смысле автоморфизму 2.1.1.1. Соответственно, красным заштрихованы 4 копия одного и того же параллограмма, а оранжевым заштрихован другой параллограмм. И вот эта вот картинка, которую в контексте марковских изберений рисуют чаще всего, и в частности на обложке книжки Катка Хасиллата, введения в теории динамических систем, с которой многие из вас близко знакомы, вот именно эта картинка и фигурирует. История вот с задачей про предмарковское изберение в каком смысле началась с того, что Аносов впервые в жизни, за много лет, листая, в общем, не очень интересную статью, увидел другую картинку. Статья некой Риккин. И, в общем, как оказалось, в этой статье больше ничего интересного и не было, тем не менее в ней была другая картинка, и вопрос стал вообще, бывают ли они, и если да, то насколько часто, когда и при каких условиях. И, да, мой дальнейший рассказ это как раз про картинки, которые бывают, и в частности то, что бывают не только такие. И теперь я все-таки могу вернуться к пункту марковские разбиения и сказать, как они получаются, когда у нас исходно есть Пусть у нас есть то самое разбиение двухэлементное предмарковское, которое я нарисовал, тогда можно рассмотреть на самом деле три итерации. То есть аккуратное кодирование, оно строится То есть надо взять связанные компоненты пересечения Трех, соответственно, исходного разбиения первой его итерации. Значит, что случится после первой итерации? Каждый из них растянется в одном направлении и сожмется в другом. Они станут, чем дальше, тем больше, будут походить на сосиски, оба параллограмма. Тем не менее разбиение на два будет сохраняться. И, соответственно, после трех итераций у нас Ну, уже будет нарезка на сколько-то кусков. Я вот сходу даже не помню, сколько-то. Ну, примерно так это будет выглядеть уже. То есть вот это максимально лаконичная картинка. И на самом деле нам очень повезло просто, что числа маленькие, и там что собственные числа здесь меньше двух, и поэтому оно вот не слишком растянуто. Обычно картинки сразу же растянуты на много квадратиков, а, соответственно, на каждом экземпляре Тора выглядит как Такое, ну, очень что-то слоистое. Вот. И это формальное утверждение, к которому я не буду возвращаться, потому что я даже нормального определения не дал. Но, тем не менее, что понятно, то, что это не очень сложно. То есть как только мы научились правильно и аккуратно разрезать, то после этого уже некоторая стандартная машинерия делает из этого вот весь необходимый формализм, и мы получаем, собственно, марковское разбиение. Вот. И теперь можно говорить про картинки. Ну, вот разбиение, которое я нарисовал, вот его недостаточно для кодирования. Поэтому оно не марковское. То есть марковское определение, разбиение, которое я не определил и даже стер, чтобы нас не смущало. Это все-таки конкретное условие на полусопряжение с топологической марковской цепью. Вот. А предмарковское разбиение – это только картинки. Это только нарезка на два парилограмма, у которых хорошо устроены стороны, и неподвижная точка лежит на сторонах обеих. Все. Ну, вот. То есть, почему такая картинка от астратуры еще не задает? Вот почему-то не получается, вот из нее не получается нормального кодирования. Вот почему сходу, я вот сейчас не скажу, но помню, что... Ну... Вот я сейчас сходу не помню, но что-то не получается разумно закодировать. То ли однозначность где-то нарушается серьезно. Но, в общем, Дима, я не помню. Правильный ответ такой. То есть, это не о множестве, потому что у нас назначение нарушается на границе, что сам по себе очевидно. Да, да, да. Нарушение однозначности на множестве меры ноль нас точно совершенно никак не парит, именно поэтому было сопряжение, а не сопряжение. Вот. Это же эргодическая теория все-таки вот в этом месте. В общем, Дима все равно ответ, я не помню, что мешает, но помню то, что... Тем не менее, это достаточно стандартная подкрутка перейти к итерациям и что-то подразбить помельче, чтобы уже все аккуратно закодировалось. Вот. Давайте я расскажу про то, как можно получать такие картинки в большом количестве. Вот, оказывается, есть прям очень общий способ. Значит, зафиксируем пока кусок отрезка. Просто вот на торе зафиксируем синенький кусок отрезка, назовем его Т. И понятное дело, что каждая из и устойчивая, и неустойчивая, соответственно, направления задает и рациональную обмотку этого самого тора. И пусть у нас вот наш отрезок Т будет трансферсален одному из них, например, неустойчивому. Понятное дело, что там откуда бы мы ни начинали, вот возьмем траекторию любой какой-то точки под действием этой самой иррациональной обмотки тора. Когда-нибудь мы, понятное дело, пересечем отрезок. Обозначим точку пересечения после этого понятное дело, что мы обязательно этот отрезок пересечем когда-нибудь снова. Ну да. Ну мы его и строим, собственно. Не, мы хотим построить разберение, а для этого пока рассматриваем это прожение по НКГ. И давайте сразу разберем тот приятный случай, когда у нас точки возвращались в хорошей очередности. Значит, что значит возвращались? Вот точка А это первое пересечение нашей рациональной обмотки с отрезком Т. А, соответственно, точка В второе, а точка С третье. И пускай точка А лежит между В и С. так. Теперь вокруг всего этого дела надо построить ТО, наверное. значит, во-первых, давайте чуть-чуть подправим отрезок Т. Он теперь у нас станет поменьше. нарезать ТОР на два павилограмма. С помощью иррациональной ободки, да. Ну, в общем, нам это почти удалось сделать. Что вот мы пришли точкой А, потом мы пришли точкой В, а потом мы пришли точкой С. Утверждение. Если мы аккуратно все это аккуратно начнем дальше застриховывать оранжевым и красным, то мы застрихуем весь ТОР. Ну, тут еще значит из А мы идем, из Б мы идем. Мы взяли любой нормальный ответок и взяли любую точку практически в середине и отпустили нашу ТОР. Да. Теперь, собственно, как можно понять все это происходящее? Значит, теперь давайте посмотрим на какую-нибудь произвольную точку, лежащую на этом ТОРе. И посмотрим, например, на ее прошлое. Но вообще с рациональной обмоткой это не важно, но посмотрим на ее прошлое. Очевидным образом, что она в этом прошлом пересекала наш отрезок Т. Ну так давайте найдем, где она его пересекала и после первый раз в прошлом. Ну, такой отрезок Т уже обрезанный, как нам нужно. А после этого, да, и посмотрим, куда она попала. Все, после этого она находилась всегда между этими траекториями, и поэтому она оказалась либо в одной нарезке, либо в другой. Вот это вот соображение в каком-то смысле ключевое во всей этой истории, оно вообще почти ничего не использует. Теперь на него надо навешивать какие-то дополнительные идей. Я вот, например, вначале потребовал, чтобы все точки легли хорошо. Ну, они же не обязательно так всегда лягут. Ну, конечно. Ну, Если мы нарисуем два прелограмма, параллельно и со стороны параллельного многообразия, то есть в этой картинке, которая не получается, она соответствует в каком случае? Что мы там рисуем? Не так, как то, что дало вам марковское разбиение? Просто разбиение на два прелограмма любое не дает марковское разбиение. Произвольное разбиение на два не дает марковское разбиение. да именно так теперь я надеюсь вопроса так это конечно понятно потому что у нас просто а никто не сказал что они будут действительно независимо от прошлого вот я тоже не по не помню поэтому я не буду врать но кодирование символическое есть . скажем вот красненький 0 1 если у нас верно ли что у нас есть точку с любой любой последовательный единиц создаваем орбиты ну и если они произвольные то говорят могут оказаться запрещенная последовательность и там целая большая наука о том какие пацаны с разрешенным и запрещены то есть ему важно вот для конкретная картинка понять будет это урожение эффективным или это не настолько явно я не знаю насчет любой произвольной картинки но глядя на некоторые картинки насколько я понимаю поискать я могу поискать такие работы на то что всякие гадости на границе с точью сюда меры ноль будут это вот точь сразу понятно да да давайте вернемся к значит мы разобрали что вот есть такой метод разрезания какие у него есть слабые места ну ключевое это вообще то в каком порядке точки возникают на отрезке ну давайте вот отрезочек нарисуем снова вот у нас на него есть первое попадание пусть теперь мы на него попадаем два раза с одной стороны ну что в этой ситуации правильно делать в общем более менее очевидно обрезать то что вот пусть мы сначала попали в б 1 потом попали в б 2 но вот если мы обрежем то никакого б 1 уже не будет мы перешли мы перешли к другому отрезку да да по пока вот пока мы в какой-то такой большой общности говорим да пока совершенно произвольно берем какие-то опять же из-за всюду плотности значит в какой-то момент вот у нас здесь будет какая-то б на самом деле это но так как мы все время переходим к подотрезку то по отношению к тому отрезку который у нас получится в конце это будет самое настоящее первое причине вот в какой-то момент мы перескочим и вот это вот второе ключевое геометрическое соображение чего здесь еще можно все-таки интуитивно сразу увидеть ну например если у нас какие-то координаты в самом начале были а еще исходный отрезок был бы там одной из координатных осей обмотка рациональная то на самом деле мы так или иначе скачем по приближениям и рационального угла наклона какими-то там числами ну а что такое приближение и мы помним да то что вот как раз тут у нас возникают цепные дроби и интуитивно когда мы ходим все время с одной стороны но все ближе это промежуточные дроби а как только мы перескакиваем мы попадаем в подходящую то есть последний раз перед перескоком это подходящая дальше снова промежуточная ну там на самом деле их проекции на какую-то правильную координату но просто я хочу намекнуть что вот уже в этом месте может быть видно то что геометрия разбиений связано с арифметическими свойствами угла наклона вот значит давайте теперь я нарисую собственно то из-за чего возьмем возникла интрига в этой истории не нам еще раз дима нам достаточно перескочить на другую сторону а перескочим мы за конечное число шагов там из-за всех вот классических свойств там всюду плотности рациональной обмотки так давайте я нарисую сразу же еще одну картинку которая и создала интригу в этой истории а а а Продолжение следует... 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 если одно из них переводится в другое под действием афинного дефиоморфизма. Коммутирующего с исходной матрицей А. Как? Вопрос, прошу прощения. Наверное, это не важно, но порядок элементов разбирения нам важен? Нет. Порядок разбирения элементов разбирения нам не важен. А вот что уже я написал на доске, имея в виду, но не проговорив, понятно то, что в принципе любой автоморфизм Тора, то есть любое преобразование, сохраняющее решетку, действует на таком разбиении автоматически. В частности, например, сама матрица А действует на этих разбиениях. Дальше, что тоже понятно, как я уже сказал, вот две картинки, которые я нарисовал, островная и паркетная, они отличаются топологически. То есть топологии поднятия на плоскости, на нанесально накрывающую Тора. Вот очевидным образом от таких действий с топологической картинкой ничего не происходит. Вот, значит, соответственно, можно действовать любыми афинными преобразованиями на разбиение. И вот разбиение называются эквивалентными, если одно из них можно перевести в другое. Ну, условия коммунитирования СА тоже понятно, почему нужно, чтобы вообще это было хоть сколько-нибудь корректно. Так. Значит. Продолжение следует... Ну и теперь, естественно, и вопрос о каковы вообще условия коммутирования. И на него сразу есть ответ. Лемма, которую мы сформулируем, но доказывать не будем. Пусть у нас есть гиперболический автомофизм Тора. А, тогда централизатор этой самой А, это все те матрицы, которые с ней коммутируют. Централизатор. Вот. Значит, утверждение такое. Существует такая матрица С, что централизатор ею порождет. И тут, естественно, привести сразу же, ключевой пример. То, что если мы рассмотрим столь популярную матрицу 2.1.1.1, то ее централизатор, это, грубо говоря, корень из нее, в общем случае, должно быть в виде матрицы, да? Потому что она должна содержаться в централизаторе, значит, она должна быть в полистепени. В смысле для Тора в больших размерностей, вы хотите сказать? Ну, для любого отображения, для любого, там не обязательно 2.1.1.1, там, не знаю, 3.2.1.1, там, значит, все равно же это будет в первой степени. Потому что она должна содержаться в своем централизаторе. Она содержится в собственном централизаторе, значит, она какая-то степень, значит, какой-то корень из нее все и порождает. Да, да, вот. Собственно, значит, что еще полезно понимать, то, что вот матрица 2.1.1, она гиперболическая, а матрица 1.1.1.0 нет. То есть вот корень, он не обязательно будет гиперболическим преобразованием, и это полезная нам информация. Соответственно, да, с чего теперь осталось сказать, что, ну, естественный вопрос о классификации, это вопрос о том, сколько типов и какие типы предмарковских изберений бывают с точностью до указанной выше Афинной эквивалентности, и в частности, от чего зависит, бывают ли островные и паркетные типы ву? Короткий вопрос. Корень из стандартного гиперболического морфизма, это ведь матрица Фибоначчи, да? Давай. Я не помню, как матрица. Ну, собственно, числа должны быть этим числом Фибоначчи. Ну, а по-моему, а чуть ли не собственные числа прямо у самой Аносовской будут. Нет? Корень из пяти плюс минус один пополам, да? Ну, вот они будут собственными числами прямо для самой Аносовской, а не для ее корня. Но только какое-то имеет отношение к... Хотя, наверное, имеет какое-то. Ну, вот я... ... ... Спасибо. Ну чего, осталось немного основной результат. Значит, прежде чем его сформулировать, давайте быстро в голове переберем. Что мы уже знаем? Мы знаем технологию построения какой-то части предмарковских разбиений. Значит, то, что, соответственно, я целиком опускаю, это аккуратную возню со всякими неподвижными точками на границах. Устанавливаем на устойчивый, неустойчивый, там какой-то перебор надо сделать. Но, в общем, мы знаем технологию, и мы знаем ключевую идею, то, что наши предмарковские разбиения как-то связаны с цепной дробью угла наклона собственных направлений, потому что это какие-то приближения. Вот теперь можно формулировать аккуратный результат. А по поводу аккуратного изменения, насколько сложная эта тема показалась? Ой, вот это нет, не сложно. А, понятно. Вот мне вообще кажется, что в том, что я сегодня рассказываю, основные сложности все-таки мною не обойдены. То есть, вот, первая сложность была вообще догадаться то, что бывает другая картинка. То есть, в принципе, ее нарисовать. То есть, там, формально еще можно сказать, там, вот я про связанность говорю, еще можно сказать, что в одном случае обе стороны больше, там, обеих сторон. А в другом случае, там, одна сторона больше, а вторая сторона меньше. Но вот, в принципе, то, что бывает второй тип картинки, это неочевидная идея, которую как минимум 30 лет точно никто не замечал. И потом, пока еще Аносов эту статью Викин не прочитал, тоже еще там 10 лет прошло. То есть, там, 40 лет этого не замечали. А следующая неочевидная вещь, это то, что... Да, потом уже мы с Клименко достаточно много этих картинок нарисовали, увидели то, что возникает и то, и другое на разных примерах. А следующая ключевая идея, это то, что все это описывается в терминах цепных дробей. Ну, то есть, вот, самые две сложные вещи... Ну, вот, то, что я рисовал на прошлый раз, как получать что-то похожее на предмарковские разберения. Вот это вот, это Т-образная конструкция с помощью вот элементарного отображения первого взращения. Вот это, да, это был, наверное, второй шаг. И третий шаг, это понять то, что здесь работают цепные дроби, и увидеть. А вот все остальные доказательства, они, на мой взгляд, почти автоматически возникают вслед за тем, как получается аккуратно там результат сформулировать. Но мне вот кажется, что самое сложное было вот увидеть просто вот те картинки, которые я сейчас рисую, а не что-то потом аккуратно записывать. Ну, и, собственно, поэтому я и делаю ударение на картинки, ну, на то, что мне нравится, а не на том, чтобы какие-то там вещи аккуратно посчитать. Ну, просто, чтобы остановить пробелы в своих знаниях, корень всегда должен принадлежать синтабилизатору, а у любой матрицы существует корень. Я имею в виду, что это типичный имя корень для матрицы. В матрице есть корень, если, сейчас, если у нее там, вещественный корень имеется в виду, да? Да, имеется в виду, да, вещественная матрица. А хотя, хотя, может быть, мы хотим корень из GL2D снова из GL2Z? Нет, там нужно, чтобы, там нужно сейчас, чтобы собственные числа, соответствующие каждому отрицательному собственному числу, в логовом блоке входили для него попарно. Для вещественных отрицательных собственных чисел в сержант 11-блоке входит попарно. Это равносимое существование корня, равносимое существование вещественного логарифта. Ага, ну, вот у меня есть целочисленная матрица, у нее обычно существует целочисленный корень. Ну, то есть, корень тоже целочисленную матрицу. Не знаю. Гриша, я не знаю, Гриша про гиперболические знает, а про остальные Гриша не знает. То есть этот вопрос нас Клименко интересовал только в этом контексте. Я, наверное, не прав, что я не проинтересовался более широким алгебраическим контекстом. Да, но что поделаешь-то? Докладчик плохо образован и не умеет отвечать на очевидные возникающие рядом вопросы. Значит, мы берем неустойчивый собственный вектор, и омега у – это его угол наклона, как в прошлый раз, как в предыдущие две лекции. Естественным образом мы раскладываем это самое омега в цепную дробь. А0 и так далее АК – это предпериод, а АБ1 и так далее АБЛ – это период. Потому что у нас по-прежнему квадратичные рациональности, и только они. Значит, утверждение. Существует такое, Ж0 целое. Сейчас я еще одну вещь должен определить, наверное. Мне просто кажется, что я вспомнил, что в типичном случае у другого автоматизма ТОРа существует. Ага, да. Во-первых, все разбиения выстраиваются в последовательность. Видно ли вот здесь, когда я пишу КОЖИТОЕ, в последовательность КОЖИТОЕ от минус бесконечности до плюс бесконечности. Соответственно, границы устойчивые и неустойчивые вкладываются естественным образом. Одна в положительном времени, другая в отрицательном. Соответственно, эти значки ДУ и ДС означают целиком границу всего разбиения. ДУ и ДС – это, еще раз, ДУ – это целиком вся неустойчивая граница, параллельная всему неустойчивому направлению. Вот, а ДС – это, соответственно, вся граница, параллельная, наоборот, сжимающимися направлениями. Вот, они… Вот. Так, значит… Вы рисовали все-таки прямоугольник в справедливом? Мы рисовали параллограммы. Мы рисовали разбиения на параллограммы. Я понимаю. Не на прямоугольнике, а на параллограммы. Программа у нас сужит… Со сторонами, параллельными слоями, да. И это было даже в определении предмарковского разбиения, и это существенно. Так. Значит. Значит. С большое – это сумма всех элементов в периоде цепной дроби. Действие, которое я нарисовал, это действие образующей централизатора. То есть, образующая централизатора просто действует с двигом на всей этой самой бесконечной в обе стороны последовательности разбиений. Соответственно, всего содержательно разных их S – большая штука. И что-то я еще не сказал. Значит. А. Да. Существует же ноль маленькая. Такое, что… Такое, что… Так. Такое. Так, это как-то сложно записано, давайте теперь объясню. Значит, островным соответствует, на самом деле, случай подходящих цепных дробей. А паркетным соответствует случай промежуточных цепных дробей. И это означает, что островным соответствуют те ситуации, когда у нас здесь либо только B1, либо B1, B2, либо B1, B2, B3. То есть вот когда мы обрезаем цепную дробь, ну так, когда и берем подходящую дробь к ней. А когда у нас вместо Бритова возникает 1, 2 и так далее, но что-то меньше, чем Бритова, у нас возникают промежуточные дроби, которые дают приближение первого, но не второго рода. Вот тогда у нас как раз и возникают паркетные вещи. Давайте я допишу формулировку теоремы. А я ее, наверное, и дописал. Значит, вот там же 0, это просто какой-то там номер, потому что там надо правильно выбрать, грубо говоря, точку отчета в этой самой последовательности, и больше никакого смысла в нем нету. Дальше, понятное дело, что можно сдвигаться на полный период, сколько мы хотим, раз. Итак, островные – это в точности подходящее, и, соответственно, количество островных – это длина периода. А паркетный тип – это все остальное. Та-та-та-дам-та-дам, существует вот одна такая цепная дробь, у которой не бывает промежуточных, а есть только подходящие. Это цепная дробь, в которой одни единички. Потому что если у нас хоть в периоде есть хоть что-нибудь, кроме единичек, то обязательно будет хоть одна промежуточная дробь. Итак, единственный случай, когда не бывает паркетного типа разберения, а есть только островное, это тот самый случай, когда цепная дробь является периодической, в которой только единички. И вот это вот случай матрицы 2.1.1.1. То есть она абсолютно уникальна, на самом деле, среди всех гиперболических автоморфизмов Тора. И ровно для нее в течение 30 лет рисовали картинки. Да, ну и что еще, да. И вот что я уже на самом деле сказал, но с удовольствием можно повторить, то что количество островных типов описывается количеством длиной периода, то есть, да. А, соответственно, количество паркетных – это сумма чисел в периоде, то есть S большой, минус длина периода. Это именно количество, а не оценка количества? Это с точностью до двоек и четверок, соответствующих выбору неподвижных точек на границах аккуратных, о которых я ничего сегодня не говорил, потому что не люблю это делать. Вот. Давайте все. Можно, конечно, вопросы. Но, мне кажется, на вот такой красивой формулировке правильно заканчиваем. Сейчас можно я подозревать эти формулировки. Вот мы рассматривали 2, 1, 1, 1 классический автоморфизм. Вот теорема, что отражает по поводу его возможным? Что у него не бывает паркетного типа предмарковского разбиения. У него не бывает паркетного разбиения. И это единственный гиперболический автоморфизм Тора. Это очень хорошая нота. А это правда, что в работе вот той уважаемой дамы, которая цитировалась, рассматривалась как раз корень из него? Нет. Там просто описывались, какие бывают предмарковские, просто рисовались картинки для каких-то вот других матриц. То есть, вообще, мы долго пытались понять, что же там интересного доказывалось, и поняли, что просто там интересные картинки нарисованы, и все. Но в начале был вообще вопрос, а может быть, просто человек неправильно картинку нарисовал, и не проверил, и не убедился, что она реализуется. И вообще, первый вопрос, который мы делали с Клименко, когда взялись за эту задачу, это нарисовать конкретный гиперболический автоморфизм, бывает ли, для которого вообще реализуется паркетный тип. То есть, всего лишь 5-6 лет назад, когда мы начинали этим заниматься, это было неизвестно никому. Никому. Может, у нас есть два вопроса, у нас есть, соответственно, ответы, которые соответствуют нашим лекциям. Значит, смотрите, вот это вы, Дима, пропустили предыдущие две лекции. Вот, я сейчас отвечу на ваши вопросы, потом еще скажу два важных замечания про обобщение. Они, в общем, более-менее одинаковые с точностью до перестановки чисел в периоде, потому что, на самом деле, это сопряженные квадратичные рациональности, и геометрические цепные дроби, которые мы рисовали на прошлой лекции, у них вообще одинаковые. Ну, в смысле, Клейна. И вот это вот как раз никакого содержательного отличия между ними нет. Значит, два направления для обобщений. Оба, скорее, печальные ответы, чем. Значит, один совершенно очевидный постановка вопроса, что будет для нмерного ТОР, а не для двумерного. Ответ такой, то, что есть какая-то старая работа катка, может быть, с соавторами, то, что хороших измеримых марковских разбиений для случаев N2 не бывает. То, что вообще само по себе марковское кодирование для автоморфизма вторых старших размерностей, оно не геометрично по своей сути. Ну, в смысле, не нарежешь на параллелепипеды никак. То есть, на что-то вообще с хорошей границей не нарежешь. То есть, марковское кодирование, оно возможно, конечно же, но оно не геометрично никак. И надеяться на то, что получится сделать что-нибудь аналогичное этому, никак невозможно. Второй вопрос, как мне кажется, намного более естественный, это отказываться от носовости, переходить к псевдо-оносовским, но сохраняться в рамках ориентируемых поверхностей. И вот там есть работа Клименко без соавторов, в которой доказывается то, что число предмарковских разбиений с точки зрения такой же классификации будет конечным. Она несложная. Но совершенно неконструктивная совершенно, и никакие теоретико-числовые варианты тут не нащупаны просто. То есть, вот у меня есть большие надежды, то, что это вообще должно иметь очень много нетривиальных связей с Тихмюллеровой динамикой, на самом деле, потому что это вопрос параллельный, иногда просто в некоторой разнообразной деятельности по классификации всяких Тихмюллеровых действий, хотя бы на кренделе, но уже на кренделе никаких результатов, кроме как конечность числа предмарковских разбиений нет. Так что это такое вполне живое направление для исследования. И мне кажется, там вполне могли бы быть очень нетривиальные теоретико-числовые варианты. Что такое предмарковское обеяние предмарковских разбиений? Ну, а что такое псевдоносовский дефиоморфизм? Сначала надо определять, и это вот мне исписать все четыре доски минут двадцать. Ну, вот, я этого делать не буду. Вы прежде всего дадите. Ссылку дать, я даже могу что-нибудь прислать. Например, есть очень хорошие и простые картинки от Живова. Вот есть такой ученик, как Асплыкина, и он как-то читал в научно-образовательном центре при стекловке курс по этому поводу. И он, по-моему, даже там на сайте НОЦМИАН выложен. И у него вот это все, вот мне кажется, самое простое введение в псевдоносовскую динамику, которое только бывает, оно вот у него там и написано. Нет, вот для простого, который не примут другую лампу, вот, понятно, с трех руками, который на шесть, ну, в нем можно легко нарисовать какой-нибудь две максы? Ну, вот, что такое ленточное разбиение для псевдоносовских гомеоморфизмов, вы знаете? Вот вообще эти самые ленточные разбиения, которые я когда-то Живов и строил, они и будут этими самыми марковскими разбиениями, и они очень интересно связаны там с перекладываниями отрезков, например. Да, вот там есть геометрия. Вполне понятно. А вот, да, и это, вот, семинар Аносова Степина, например, очень активно этим занимался много лет. Но теоретика числовых инвариантов за этим стоящих не нащупана. Наверное, все.